Интернет-магазины, рассылка сообщений, закладки в почтовых ящиках, да и просто раздача в общественных местах. Чтобы как можно больше расширить сеть продажи наркотических веществ, наркодилеры не чураются никаких способов. Прибегают нерадивые продавцы к абсолютно открытой рекламе на заборах и домах. Стопроцентный кайф, продаю смех. Такие зовущие надписи появились в Долгопрудном в предпраздничные дни. Сегодня поступило сообщение от жителей, что на территории нашего города была размещена реклама наркотических веществ. Молодогвардейцы совместно с волонтерским движением комплексного молодежного центра вышли сейчас на рейд. Наши рейды проводятся регулярно. Нам поступают жалобы от жителей на сайт Добродел. Соответственно, мы оперативно выезжаем на рейд и сразу же стараемся надпись закрасить. Силами волонтеров было ликвидировано несколько десятков надписей. На кого рассчитана такая реклама, непонятно, ведь большинство людей просто не обращают на нее внимания. Мало ли, что там написано на заборе. Но мы решили проверить и набираем злополучный номер. Здрасте, я вам звонила, хотела бы у вас товарчик приобрести. Какой товар? А вот у вас рекламочка, я так понимаю. Что вы предлагаете? Спайс, соли? Что? Что за глупости? Мы занимаемся установкой окна, двери мы по пластиковой. Что за глупости? Будете баловаться, я в милицию позвоню. Может, кто-то решил неудачно подшутить, написав на стене чужой номер. А может, своих покупателей торговец смертью узнает по каким-то специальным словам. В любом случае запрещены наркотические вещества не без оснований. Синтетические наркотики относятся к разным группам и оказывают разное действие на мозг человека. Ряд из них оказывает воздействие на центральную нервную систему, разрушая некоторые подкорковые центры. Это приводит к нарушению двигательных функций, это приводит к нарушению интеллекта и очень часто к острым отравлениям. Отсюда мы имеем передозировки вот этими веществами, и люди умирают просто-напросто. Кроме того, они вызывают острые и хронические психозы, то есть бред и галлюцинации, которые, к сожалению, часто сопровождаются неадекватным поведением людей. И отсюда бывают случаи гибели, когда человек выходит в окно. Это не самоубийство в чистом виде, просто человек ведет себя неадекватно, думает, что он может летать. Специалисты считают, что сильнее всего под влияние таких заборных реклам, а вследствие под воздействие наркотических веществ попадают подростки из-за своего любопытства, эмоциональности и отсутствия оценки риска. И чтобы избежать трагедии, проявлять бдительность должны родители. Поведение, траты денег, круг общения, моральное и физическое состояние – эти факторы раньше всего способны рассказать родителям, что что-то не так, и позволить уберечь подростка от беды. Инга Панкратова, Сергей Валюков, телеканал Долгопрудный.